Промысел в тайге. Вся жизнь в тайге. Привенчатая сторона. Ставьте ваши педали, и только тогда слухаем даль. Только так, не иначе. Жизнь в тайге. К утру на дне распадка из огромной снежной кучи вылупился приземистый сруб. Охотничья избушка. Налетевший с открытой долины, длившийся целую неделю воющий танец вихря, остановился. Воющий танец. Остановился. Остановился здесь, у прибрежных скал. В эту зиму первая долгая лютая вьюга. Между ночью и утром еще час-другой небо было звездным. Снежные ладони натерли звезды до яркого блеска, и, казалось, они стали ближе, лучились, переполнявши их жизнью. Ночное небо. Ночная земля. В снежном оцепенении чистая безлесая долина. Снежные навесы над скалами замерли до первого кашля или до первого же выстрела. Ребра скал без снега, по-летнему бурые, как тот бурый медведь. Точно. Возле них теплее, словно вблизи гаснущего солнца. На дне распадка под чугунной коркой льда извивалась речка. Речушка. Пойманный берег реки в тенях от деревьев и складках снега напоминал белую сморщенную ладонь. Впереди и вокруг не зеленела, нет, белела тайга. Со смуглыми руками пихт в пушистых снежных рукавах. Зимняя долина с заглохшим в снежной тишине перезвоном. Еще тянулась ночь, а восточный край неба уже осветлел. Запоздалое колесо луны блуждало в поисках своей колесницы. Под утро воздух стал морознее. Нестройная стрельба деревьев звучала, как новогодний салют. Салют новобранцев. Салдафонов. А вернувшаяся из южной ссылки Кукша пробовала свой голос. Пробовала. Одноногая белка будила редкие горные сосны. Королевская избушка стояла на северном берегу реки. У подножия отвесной скалы. Выветренная темнорыжая скала с трещинами за конопачным мхом походила на птицу со сложенными крыльями. Точно. Сквозь можжевельник вниз к реке вела тропинка. Тропка. В конце ее угадывалась обнесенная с рубом прорубь. На берегу, под снегом, две лодки на катках бесшумно плыли по течению. Река не замерзает здесь. Целый круглый год. Из снега выступала еще пристройка из стойма поставленных бревен. В одной половине была баня, а в другой — кладовая. Все остальное было под снегом. Как под сугробом. После недельной вьюги избушку не так уж и замело. Не так уж, как обычно. Не беда. Потому что все метели еще впереди. Да, все еще только впереди. А на нарах, лицом в бревенчатый потолок, усеянный капельками смолы, в мешке из олени шкур спал сам. Сам король. Очень приятно. Вернее, сам себе король. Если бы вьюга не стихло, он, наверное, проспал бы тут и аж до самой смерти. Его запекшиеся губы были раскрыты. Узловатые руки лежали на груди крест-накрест, будто он и впрямь собрался в последний путь. Жесткая борода укрывала его лицо. Только один торчавший нос был обморожен и шелушился. Как у того любопытного ребенка, который притронулся носом к заиндивелому амбарному замку. Обожжет или нет? Помимо спящего, в королевской избушке было еще одно живое существо. Крошечная, манюхонькая-манюхонькая, с кончик пальца краснобокая мышь. Она крутилась по столу тунды-сунды, как тот перечный стручок. Остатков вечернего чайпития ей хватало на утро и даже еще оставалось на потом. Эта мышь, как и все мыши на свете, была хранительницей добра. Хранительницей. Кроме того, она работала по совместительству здесь будильником. Да, даже и будильник не надо заводить. Насытившись, она скатилась по ножке стола на пол и оттуда вскарабкалась на нары в поисках тепла. Тепла у другого живого существа, которое, видать, обладало им в избытке. «Эх ты, потаскушечка!» — сказал он, поймав мышь где-то между подбородками и шеей. «Эх ты какая! Куда лезешь?» И он заключил ее в свою просторную ладонь и высвободился из мешка. А мышь отчаянно билась в ладони и тоненько даже пищала. «Ну, конечно, конечно!» — сказал он с сиплым сосноголцем. «Ради тебя не грех еще денек поспать, рассушившись за какой-то вьюги, и так вон целую неделю проспали». И он улыбнулся крошечно этой мышке и впустил ее в свой темный и теплый мешок. «Продолжай! Продолжай, мои сны, своими мышинами!» Он любил и берег, и эту мышь, эту одиночку мышиного мира. Она, казалось, была тысячекратно уменьшенной носительницей его взглядов. Это была дружба равных в своей слабости существ. Она, эта перечно-красная мышь, вводила его в каждый новый день. И вот он зажег лампу и, свесив с нар узловатые мускулистые ноги охотника, окинул взглядом, в котором еще не угасла улыбка, окинул взглядом внутреннее убранство своей избушки. Этот постоянно ищущий взгляд, хотя он никогда ничего не терял. Постоянно ищущий взгляд. С трех сторон в избушке были бревенчатые стены, в смоляных горошинах. Бревна еще не успели закоптяться. Казалось, они помнили тайгу. Птичьи гнезда, голоса дождя и ветра. И самое последнее даже тоже помнили. Этот воющий плач бензопилы. Избушку разделяла перегородка из сосновых горбылей с узкой, ведущей в кухню, дверью посредине. По одну сторону двери тянулся ряд вешалок, где висела одежда на все времена года. На всякий случай. Вплоть до пыжикового жилета. Пыжикового. И высокой соболиной шапки. Здесь же висела пара отстрелявших свое карабинов, без затворов и других запчастей. Пущенных в дело. Пущенных в дело. Конечно. А также связка сломанных и ждущих починки капканов разной величины. Также моток стальной проволоки. Проволочные петли. По другую сторону двери, в углу, стояла сложенная из камня четырехугольная печка с выступающей в кухню плитой. А над плитой, под самым ее потолком, была укреплена сушильная жердь. Это всюду виднелись заготовки для топорищ, провилок, лыж, донец для туисков. Все было. Около печи, вдоль боковой стены, стояли вторые нары со свернутым в изголовье спальным мешком. Для случайных постояльцев. На всякий случай. А на нерах выстроились клееные живицы и берестяные туиски всяких размеров. Шкатулки с выжженными узорами и трости. Трости. Работа, заполнявшая ему долгие ненастные дни. Любил он это дело. Вырезать свое. Да, он любил дерево. Его волокно, словно живое лицо, говорящее о занозливости и податливости. И дерево, и береста подчинялись его демиурговым рукам. Над вторыми нарами висела добротная, клееная на шипах книжная полка, прогнувшаяся под грудой этих книг и журналов. Как скобка прогнулась. Богатство. Вот так вот. За редким исключением это был бумажный хлам. За редким. Он подбирал его, не глядя на лагерных стоянках геологов, подбирал и прочего кочевого народа. То была литература, брошенная в глубине тайги, перелистанная дождями и муравьями, мурашками. Им тоже интересно. И только в нем, только в нем нашедшее благодарного читателя. Кого мучит жажда, тот обязательно напьется. И даже из олендьего следа напьется. Кто ищет, тот всегда найдет. Торцевую стену избушки подпирал массивный сосновый стол. С ящиком-полкой. Под ним стояли два табурета с корочневато-зелеными сиденьями, сплетенными из ивовых прутьев и ножками из гнутых ветвей. Над столом, на висячей полке, возле взъерошенного маленького кактуса, стояла чернильница, которой пользовались только осы и мухи. Так и они пользуются. Тут же лежала и ручка с заржавевшим пером, вместе с неотправленными, никем не полученными письмами. У другой боковой стены возвышалась его лежанка с прибитой над ней оленьей шкурой. Между бревнами торчали точно костяные наконечники стрел. Торчали вешки с разноцветными нитями для сетей. Стамески, скрипки и разные ножи для более тонкой резьбы по дереву. Кроме инструментов и утвари, необходимых охотнику, в избушке были также еще и вещи, которые могли быть в детской или в музее первобытных древностей. Берестяное лукошко, две лупоглазые куклы, а также деревянный отец и деревянная дочь. Ожерелье из медвежьих зубов, настоящая, настоящая шаманья маска, а также вот это тот насмешливый деревянный идол, загромированный огнем в коричневый свет. Розовая собака из жадыитого камня. Жадыитого, слыхали такой? А-а-а, жабаитового. А также лающие на розовых соболей, жабаитового камня. А еще тут были разные удивительные вещи, назначение которых пряталось в их владельце, и только в нем. И составляло вместе с ним одно единое целое. Два больших некрашенных окна сейчас были слепы, задернуты бельмом снега. Между рамами на коричневом торфяном мху нежданно-негадно выросла клюква. Одной стороной луна, а другой солнце. Этот уже утренний обзор избушки, как бы глазами гостя, продолжался недолго. Помятые сном уши тоже расправлялись. Завывание ветра понемногу стихали. Опустив босые ноги на холодный пол, он подцепил пальцами облысевшие унты с отрезанными оленищами. И прежде чем сунуть в них ноги, он потряс один над ладонью, и оттуда с шумом выбежали зернышки рису. И точно такой же склад он обнаружил и в другом, в другом месте. И он взвесил на ладони полную горсть. Полную. И в его глазах сразу же промелькнул смех и улыбка. — О, мы какие, а? Хе-хе. Живем, як в том рисовом мешочеке. Ну и на черный день тоже не забываем отложить. Да? Хе-хе. Да, было бы у вас, краснобоких, побольше чуть-чуть. Вы бы нравились мне гораздо меньше. И посмотрел на нее. И он бросил этот рис обратно в мешок. В мешок под нарми. И стал быстро одеваться. Сперва надел шерстяное водолазное белье. Сверху легкие кожные бруки. И свитер всех цветов радуги. Одетый по походному, он прошел через узкую дверь в кухню. Ощупью нашел коробок спичек и зажег десятилинейку. Подождал немного, пока нагреется стекло. И вывернул фитиль повыше чуток. В отличие от жилой половины избушки, воскресной, это было субботнее помещение. Субботнее. Чугунка без кругов. Закоптил и на кострах эмалированный чайник. Вместительный чан с водой. Березовый кухонный шкаф с навесной дверцей. А в углу, напротив перегородки, стоял высокий стол для выделки шкур. На столе и в щелях между бровнами располагались все необходимые для ентова инструменты. Подальше от печи, высоко под потолком, две жерди. Это для сушки шкур. Шо непонятно. Вот и сейчас там виднелись натянутые на провилке шкурки. Шкурки двух соболей. Посветлее. Одной красновато-черной, лиственничной. И двух темно-серых. Темно-серых кедровых белок. А также белая-белая. Будто той островок снега. Шкурка горностая. Под высоким столом, на гвозде, вбитом в перекладину, висела связка обработанных шкурок, коричнево-золотистой андатры. А через перекладину, как через парапет ложи, было перекинуто вызывающее манто-рыси. Под стол был задвинут высокий табурет с круглым вертящимся сиденьем. Все инструменты и вещи, казалось, ждали. Ожидали прикосновения работящих рук. И он зачерпнул берестяным черпаком воду из чана и освежил свое заспанное лицо. Потом нащипал смолистые лучины и растопил печурку. Да так и остался. Остался сидеть перед ней на чурбаке, наблюдая за мечущимися от тяги языками пламени. — Шепчут, шепчете тут мини. Он поклонялся огню, как все люди безмерного мира. — Огонь! — вдруг подумал он. — Огонь должен быть обязательно, обязательно женского рода. — О! И греет, и светит. А некоторых даже и сжигает. Бледные робкие языки пламени наконец преодолели нерешительность и, перескакивая с полена на полено, яростно устремились в вечно распахнутые объятья трубы. Долго сидеть у печурки ему не пришлось. Ему вдруг вспомнилось. Да, вспомнилось, шо день начався. И ему все представилось. Представилось все. Все, шо нужно было сделать за ентот сегодняшний день. Вспомнились ему все взятые на себя обязательства, выполнение которых, кроме него, кроме него самого, никто и не требовал. — Случайности, быть может, поджидавшие его, ведь они, как правило, поджидают искателей случая. Хе-хе-хе. Конечно. Вот такой тебе и случай поджидает меня. Где-то там. В тайге. Плита, составлявшая с печью одно целое, накалялась довольно-таки быстро. И он уже щедро крошил лук. Цибулятор, как он говорил. Цибулю. Слыхал такое? Лук. Цибулятор. Цибулятор. Крошу на алюминиевую сковороду. И все, плачу и плачу. Плачу. А где-то лили слезы не только по этой причине. Лук уже шипел под крышкой, когда он вернулся на воскресную половину, чтобы сделать еще одно дело. По утрам таких дел у него набиралось целый десяток. Не меньше. И он снял с полки говорящий чумоданчик с картонным репродуктером и, включив его, грозовой треск царя Гореха стоял на всех волнах. На всех. Включая и ту, единственную, на которой он работал. И все-таки его отшельническая душа была благодарна. Благодарна этому допотопному яшчику. Он единственный, единственный транслировал вглубь тайги сводку культуры и, конечно, погоду. Так же сообщают мне тут овремня. Времня. А потом и новости дня. Все их положено. А после новостей, после новостей дня обещали сегодня органную музыку. Да, ему очень нравился орган. Эта музыка напоминала ему о ливнях, рушившихся где-то оттуда, в озера. О говоре быстрин, о спорах косяков рыб, о лепете каждой кроны в непрестанном шуме леса. Одно в другом. Музыка в лесе, а лес в музыке. Ты понял? Все тут-то сплелося. Все. Все переплетается. И вот музыкальная передача закончилась. Но он еще некоторое время отсутствовал. А потом вдруг как заторопился, заторопился обратно. И обнаружил себя в синем, в синем чаду. Горить, горить синим пламненем. Цибуля, лук, вспомнил он уже в кухне. От лакомого блюда осталась только черная-черная горсточка. Прямо посредине сковерды. Вот и все тебе. Заслухався. Погоду. И ему вдруг стало некогда. Снуя между плитой и полкой, он приготовил два ломтя сахатины с тем же самым цибулятором, с луком. Затем накрошил в чайник плиточного чаю. И пока там чай настаивался, он прибрал выскобленный стол. Постелил кусок картону, который благодаря пятнам сажи и жира напоминал географическую карту. — Точно. Потом сходил на кухню и тут же вернулся. В одной руке сковерда, а в другой чайник. Под мышкой банка брусничного варенья. Ел он быстро, впивая зубами в вязкое мясо. Обжигающий чай с сухарями и брусничным вареньем венчал его завтрак. С полным ртом и кесетом меж колен он уже сворачивал себе саму круточку, соображая одновременно, что же будет делать дальше. — Да, а я далеко наперед никогда и не загадываю. Ведь жизнь охотника — это непрерывная цепочка случайностей. А случай это? Это тебе не древесина или береста? Ему не придашь нужную форму. — Як буде, так и буде. И никуда ты оцёго не денешься. Сидя на низкой скамеечке, спиной к тёплой печке, он стал обуваться. На носки натянул чулки из мягкой собачьей шкуры, а сверху камусные унты со шнуровкой под коленями. Затем встал, надел лёгкий просторный пыжиковый жилет, а на голову нахлобучил огромную шапку. На всякий случай, конечно. — Ну, пошли! — вздохнул он и вышел в сени через низкую, обитую войлоком дверь. — Пошли! Здесь было темно и холодно. Пахло керосином и сыромятиной. И, несмотря ни на что, а зоном. Он услышал крики кукши у вертюру к начинающемуся дню. — Тоже такой себе будильник! — Весёлый цоканье белки и вспомнил. — Да, много спать — это добра не видать! И даже улыбнулся над этим. На залепленном окне просвечивала полоска стекла, будто узкая полынья над ключом. Прыльнув к ней, он увидел всё те же заснеженные, размытые лунным светом, кусты можжевельника. За входной дверью высылся искрящийся сугроб, словно рухнувшуюся стеклянная люстра сверху. — Хе-хе! — Ага! Вход есть, а выхода нету! И, не согласившись с этим, он попытался открыть запасной люк в крыше. После долгих-долгих усилий ему таки удалось свалить с него снежный груз. — Тоже мне навалило! Не выйдь ты с берлоги! И он выбросил лопату наружу, сначала лопату, а потом уже и спрыгнул сам вслед за ней. Раскидав сугроб, распахнул скрипящую дверь. На этот звук снег над собачьими конурами пришёл в движение. — Ага! Хе-хе! Зашевелилась! Хе-хе! Зашевелилась! И после чего из сугроб показались две заспанные морды. Тоже мини. С сугроба повылупливались. Одна рыжая, а вторая чёрная, причёрная. — Ну чё? Отдохнули, Маненька? А? Хе-хе! Этак с недельку до второго. — А? Передохли трохи, а теперь работать. Арбайтен махт фрай. — Хе-хе! Шо непонятно! Вылазьте! — сказал он собаким, счастливым от головы до кончика хвоста. Счастливым новой встречи с хозяином. — А бессонницей мы не страдаем. — Не-е-е! — Гляди-ка! — А? — Даже робра выпирают из шубы! — ворчал он. — Шо это вам не спится там, а? И тут же к радости двух собак добавилась еще одна. Человечья. Миг радости проходит быстрее прочих. Но след его словно след той падающей звезды. Светился еще и тогда, когда он с лопатой на плече шел по поющим заносам к кладовой. Ветер, налетевший с реки, приветствовал его столь же порывисто. — Приветствует! — Молодец! По пути он примечал, что и где вьюга оставила недоделанным и, останавливаясь, поглядывал кверху. Чистая работа! Снежные ладони натерли звезды аж вон, аж до яркого блеска. — Блестят монетки! Блуждающее колесо луны отыскало наконец колесницу душ о четырех серебряных осях. — Отыскало! Небесный охотник Орион, казалось, напал на след Соболя. Утренняя звезда объявила начало зари. Прочтя на звездном небе все, все, что себе надо было, нужно и не нужно. Он хотел было двинуться дальше. Как за снежных кустов полыни вспорхнула стая, стая снегирей вспорхнула с полыни и облепила ему голову и даже плечи. «Да, верно вы меня приняли тут этого за оленя, да, с рогами? Молодцы, нормалек!» И он стоял, даже не двигался и терпеливо переносил уколы их острых коготков, вцепившихся ему прямо в ухо. «Да, нужно быть птицей, подумал он, чтобы вот так вот безусловно доверять человеку. Погляди только, и как так не бояться-то?» Он проработал добрый час, прежде чем расчистил все тропиночки, тропки, и откопал собачьи конуры. Тем временем снежная крыша леса на востоке закраснелась охрой. Рассвет, словно та краска, подступал все ближе и ближе. Собаки визжали под сосной, сбивая с толку одноногую белку, которую он вытащил из зубов соболя, убитого еще осенью. Эта белка, как и краснобокая мышь, была табу. Табу. Слыхал такое слово? И собаки хорошо знали это. Но все равно тявкали, тявкали и царапали дерево, разминаясь перед долгой и трудной охотой. чтобы сберечь собакам силы, он должен был еще тогда сделать белку их добычей. Но в самый последний момент что-то в нем воспротивилось. Сохранение жизни этой белки стало жертвоприношением доброму духу, который выбрал для своего гнездовья такое странное и противоречивое место, как сердце охотника. А в лесу это редко случается, думал он. А на войне всегда, всегда убивают не тех, кого нужно. Пробираясь через глубокий снег к сосне, он прикрикнул на своих собак. поберегите зубы для серьезной работы, шалопаи тут. Нечего тут брониться за инвалидом, нечего. Это своя белка. Что непонятно? И рассерженная белка с цоконем исчезла в ветках сосны, запустив снегом ему прям в лицо. он проследил за ее полетом и вспомнил другую белку, которую видел на аэродроме одного таежного поселка. Этот дрожащий зверек забился в уголок клетки, сплетенной из разноцветной проволоки. Перед клеткой на корточках сидела толстуха с красным от натуги лицом и выпрямленной шпилькой пыталась расшевелить, расшевелить эту белку. Около женщины стоял пузан, по виду которого было ясно, что белка ему так же безразлична, как и мать, как и все в этом дешевом и доступном мире. Мальчишка смотрел поверх белки и матери на облезлую лайку, сидевшую на лестнице, в то время как мамочка насиловала, насиловала свое бездушие, стараясь вызвать у сумка хотя бы тень, тень веселья. Белка, свернувшаяся в углу клетки, только вздрагивала от тупых прикосновений шпильки. Возьмите лучше это, сказал он, протянув ей свой острый отточенный нож. И баба взвизгнула и попятилась толпу. «Ты что, сумас пятил, сумасшедший!» Когда он с клеткой приходил по загаженному настилу, раздался резкий женский голос. «Нет, на Сибири больше людей, одни только сумасшедшие и бомжи!» Пузан семенил рядом с ним, и вместе они добрались до редкого леса за аэродромом. Он хотел было сам открыть клетку, но передумал и дал это сделать самому мальчишке. И вот собаки утихомирились и, поводя вверх-вниз головой, следили вместе с охотником за полетом белки. «Угу. Да хоть как клетку раскрась!» думал он. «А нет таких красок! Ну нету!» думал он. Белка успела сделать круг по кронам редких сосен и вернуться к той, где у нее было дупло. Эта сосна вблизи избушки была единственным, единственным надежным местом во всем этом лесу. убежищем, в котором она была защищена от росомахи, от соболя или охотника, пусть даже и самим же охотником. И вот, подозвав собаку, он двинулся напрямик, напрямик кладовой. Снова он терял караты, караты драгоценного для утренней охоты времени, драгоценные времени, камни, караты. Его мысли текли подобно той реке, не ведавшей о предстоящих поворотах. Он был не из тех предусмотрительных, у кого дыры всегда по заплатам. И складовой, бывшая одновременно предбанником, на него дохнуло приятной смесью дыма, березового веника и смолистого дерева. Он вышел оттуда с охапкой дров выше головы и отнес ее на кухню и сложил прямо около печечки. Хотя здесь давно уже не придерживались закона тайги, он всегда оставлял все в избушке, в избушке, запас дров и запас еды. С какой стати хромать, если нои здоровые, м? На дрова он положил бересту, а на бересту спички. Поступок не такой уж наивный, как могло показаться на первый взгляд. Один из живущих в устье реки рыбаков, его давний друг, заблудился прошлой зимой в мартовскую метель. Весь в жару обессиленный он наткнулся на охотничью избушку без единой щепки. И там его и нашли замерзшим возле печи. Он так и сидел на корточках перед охапкой дров. Большие натруженные ладони покоились на коленях. Точно лодки, заметенные у реки. Да, вспомнился маленький щуплый мужичонка. Ловкий такой, юркий был, как дробинка. Вспомнились влажные растянутые на вешалках сети, ловившие ночные голоса и темный ночной ветер, обветренное лицо, коричневое, точно-то обожженная глина. Долгие ночные беседы у костра. Так похожи на те, что были потом. В одном только неповторимое. Тот человек с войны был глухонемым. Странно, и его мысли побежали совсем в другом направлении. Странно как-то. Именно тем, кто заслужил жизнь, приходится вот так вот незаслуженно умирать. И вдруг в открытую навстишь дверь вдруг нырнула собака и зарыла с головой под руку и заискивающей заскулила. — Шо, поесть? — Да, спросил он. Это была хитро-рыжая собака с лисьей шерстью. В сенях он вывалил псам их долю. Вывалил. Все, досы-то. И пока собаки ели там, он упаковывал бурак, берестяной утес, осматривал доску и лыжи. Приманку он хранил снаружи, в деревянном ящике, чтобы она не пропиталась дымом, не закоптилась там, в хлам или каким-нибудь другим отпугивающим запахом. И полез в ящик за парой пепельных крыльев рябчика и несколькими угольно-черными головками глухаря с самым-самым лакомым блюдом соболя. Обычно приманка оставалась нетронутой и тогда, когда зверь попадал в капкан, тоже нетронутой. Однако кукши и кедровки могли защелкнуть капканы. Могут такое сделать неподобство. И тогда появлялся соболь и съедал все подчистую и был таков. Собакам он взял мороженую рыбу. А если же попадалась какая-нибудь дичь, глухарь там или рябчик, он быстро обжаривал их на костре, не забывая и о себе тоже. Завернул в парусину несколько ломтей сахатины с солью, две испеченные в горячей зале ладошки, ладошки ячменных лепешек, мешочек с сахаром и чаем, а также маленький чайничек. Подумав немного, достал из драночной корзины за печкой две по-летнему солнечные луковицы и бросил их за ворот свитера. За ворот. Все необходимое он тщательно упаковывал. И упаковал таки, оставляя на видном месте только лишь то, что порою всегда, всегда забываю. Упаковав вместительный бурак, он тотчас вынес его во двор, чтобы не брать с собой запаха избушки. Затем осмотрел свою тоску, тозовку, ружье, и заложил в обойму семь маленьких сынков, патрончиков. Если у смерти вообще могут быть сыновья, это еще тот вопрос. И смазал затвор морозоустойчивым гусиным жиром. Пощелкал им, поклацал, чтобы тот свободно ходил, свободно, тундей-сундей, и тоже выставил эту винтовку за дверь. Он осмотрел также широкие охотничьи лыжи, обитые камусом. Затем натянул поверх теплого жилета штормовку с просторным капюшоном и засунул в карман плоскую бутылочку рыбьего жира. Вот. Теперь можно отправляться в дорогу. А дорога всегда была готова носить его всегда, независимо от времени года и суток. Всегда готова. И он не мог пожаловаться на то, что ночи были не слишком темные. Дождь недостаточно мокрый, а снег не очень глубокий. Сегодня, как и всегда, он был в напряжении. Неизвестность была тому причиной. Как повезет. Да, неизвестность была утешительницей. А вдруг завтра он будет удачливее, а? Ага. Одна полоса белая, а друга черная. И вот, с лыжами на плече он вышел из сени и запер дверь на деревянный засов. Одним незаметным движением закинул на плечи бурак, а другим тазовку. Стал на лыжи и сразу же ощутил, как рыхлый снег сразу же затвердел. Холодное раннее утро, но мороз уже слабел. Он шел по реке. Снега здесь было меньше, чем в долинах и на склонах сопок меньше. Местами проступали ледяные проплешины даже. А позади него тянулись две ленты. Две ленты лыжных следов. Его влекло вперед и только вперед. Солнце еще низко, но много выше оно и не поднимается. Собачьи следы на снегу, заполненные тенью, словно просроченной иголочкой стежки. Хе, точно! А шо боясь и сверху посмотреть. И он проследил за ними взглядом и, увидев собак, вязнувших в глубоком снегу под откосом, подумал, что ноги у них за счет хвоста могли бы быть и подлиннее, и подлиннее. А псы злобно гаркали на эти сугробы. И он просто вынужден был им сказать. На стихию да на судьбу это гаркать, это беду на гаркать. А ну ко мне, ко мне, собаки. День обещал быть тихим и светло-солнечным, как обычно после вьюги. Всегда так, всегда. И он надеялся на хороший соболиный гон. Столовые были вновь открыты. Открыты, а цены снижены. Вот тебе скидочки. И вскоре он миновал овальный островок, поросший густым ельником. Там в зарослях скрывался его, его лабас, его таежная кладовая. Это был крытый навесом сруб, поставленный на четыре высоких пня. Избушка на курых ножках. Точно. А наверх к люку вело съемное бревно. Съемное. С вырубленными ступеньками. Ступнями. Летом, находясь далеко от этих мест, он хранил тут все. Все. Все, что можно было вкрасть или съесть. Вольный лют, забредавший иногда и на большие реки, чинил в тайге немалый вред. Всякое бывало. Сюда, в еловую чащобу острова, еще никто не догадывался заглянуть. Даже самые дошлые. На острове ему сейчас делать было нечего. Зато под берегом, где он поставил несколько селков, делов хватает. Глухарь и тетерев прилетали сюда за камешками. За камушками прилетают для своих жерновов, которым зачастую молоть так и не приходилось. Конечно, работа идет. Все петли были занесены снегом, кроме одной, соколевшей еще до метели кополухой. «Сама как камень стала для гутих жерновов, да? Конечно. Что, забыл дядь тебя? Ничего, ничего, ненадолго». Достав со дна бурака два небольших капкана, он выкопал ямки недалеко от птицы и насторожил в них свои капканы. В качестве потаска приладил корягу и вдавил ее лыжей в снег. Затем накрыл капканы тряпицами и замаскировал их тонким слоем снега, посыпая им с высоты, чтобы восстановить естественный, естественный вид снежного покрова. Чтоб ничего не побачили. За многие-многие годы, годы наблюдений, он распознал повадки зверей. И зачастую это была не его мудрость, а дошедший из глубины веков завет, ветхий завет первобытного охотника. Он знал, что соболи горностай тоже знают, что глухари ищут гальку на убережнике. У них тоже есть свой ветхий завет. Это тебе не это. И вот так, стараясь перехитрить друг друга, каждый получал в меру, в меру свои хитрости. А порой, читая следы, он с наслаждением обнаруживал, обнаруживал неизвестные ему хитросплетения. Он як понарисовывали хитросплетения следов. И тогда, именно тогда в нем и зарождалась новая тайная догадка. Какое-то внутреннее чутье безошибочно направляло его к смыслу всего происшедшего. Но сегодня у нас наша любимая тема таежная. Дед в избушке, в тайге, с собаками. Все, как мы любим. Будем охотиться понемножечку, искать приключения. хитросплетения следов. Все и положено. Да. Как обычно, знаете, что нужно поставить педали и вначале в конце проверить, чтобы все было синенькое, все как положено. Снизу, чтобы все стояли пальцы вверх. Перчатки ваши, варежки. Конечно. Ну, и это у нас будет несколько частей, ребята. И все эти части, как обычно, вы знаете, будут находиться в плейлисте. Прямо под видео в описании увидите все книги и плейлист ссылка синяя. Нажмете на нее, и там будет целая библиотека наших аудиокниг. И там вы точно для себя найдете свой, свой собственный шедевер. Шедевер. Точно. Не забывайте туда заходить, это очень удобно. Они, кстати, автоматически включаются один за другим и идут по порядку. Я их потом упорядочиваю в конце, когда заканчиваю книгу. А все остальные уже, уже, они уже готовы и стоят все по порядку. Так что не забывайте. На сегодня, ребята, у нас все. Выйдем в эфир. Следующий, как обычно, у нас есть будильник, вы же знаете. Красноперая мышка. Заводите мышку на 12, ого, 12, ноль, ноль, кто не знает. 12, ого, и на вам пищит, теребокает. И все. И, кстати, новым говорю, кто не знает, чтобы вам приходили уведомления и вы точно не пропустили новый рассказ, нужно обязательно подписаться, смотрите, чтобы нажато было. И обязательно, чтобы нажатый был колокольчик справа. Колокольчик нажать надо и нажать все уведомления, чтобы приходили все. Только тогда вам будут приходить уведомления, что я новое что-то загружу и вы точно ничего не пропустите. А на сегодня у нас всё. Приключения закончены. На сегодня шо? На сегодня у нас всё. Увидимся уже завтра. Так что услышимся, увидимся. Покендова. А я пока тут капкан вам устрою. Настрою, насторожу. Покендова. Продолжение следует.